Друзья, всем привет! Знаю, что давным-давно от меня не было роликов. Все ждете вы роликов о полиции. Не так давно опубликовал видеоролик Суперкарсан, который не совсем вам зашел. Я понимаю, что это немножко не тот формат. Опубликовал его только для того, чтобы вы не скучали и посмотрели, как проходило начало моего лета. Как проходило второе половина лета, я думаю, все знаете. В двух словах буквально коснусь тему выборов. Значит, с большим отрывом мне удалось победить на 169 округе в Харькове. Совсем скоро состоится в Верховной Раде присяга, после которой я смогу уже полноценно называть себя народным депутатом. Пока еще у меня нет этих полномочий. Пока еще ждем, как и остальные депутаты новоизбранной Верховной Рады присяги. После этого уже сможем действовать и показывать какие-то результаты. Те, которые были заявлены и нами на выборах, и возложены вами как избирателями. Большое вам спасибо всем тем, кто пришел и проголосовал. Не только за меня, а в принципе выполнил свой гражданский долг. Думаю, что все будет меняться к лучшему. Я буду этому способствовать. Что касается этого видеоролика, хочу, чтобы вы особенно внимательно его посмотрели, учитывая, что ситуация очень неординарная. Так как у меня не было времени ездить по Украине, снимать ролики с полицией, ловить их на горячем, заменяет и делают сами полицейские. Это уникальный случай, когда вы увидите на видео съемку с бодикамеры полицейского. Это отдельный фетишист, который снимает свои, ну по-другому я его назвать не могу, который снимает свои собственные взятки. То есть, я так понимаю, что письмо мне пришло анонимно с этим видеороликом, ссылка на видеоролик. Я так понимаю, что коллеги его, либо какие-то сотрудники полиции, с которыми он вместе работает, просто устали от него, от коррупционера, и решили просто отправить мне видео с его бодикама. Значит, на видео вы сможете видеть события, которые происходили в начале года. Загуглил я этого инспектора полиции, оказывается, что давным-давно он уже работает в органах полиции, и остался он с ГАИ, то есть удалось ему пересохраниться каким-то образом. Я так понимаю, что подобные динозавры, как он себя сам называет, просто так не остаются в полиции за хорошее поведение. Я думаю, что кто-то способствует его работе на этой должности, кто-то очень ценит его как особого сотрудника и не увольняет. Я думаю, что после этого видео ситуация разрешится, и ему просто будет больше не места в полиции. Этот человек должен с позором уйти. Я считаю, что в отношении него должно инициировано быть уголовное расследование. То есть, есть факты видео, которые он сам, в принципе, зафиксировал. Не знаю, зачем он это делал на свой бодикам, но тем не менее. Значит, вы увидите типичную схему развода, в которой участвовала девушка, я так понимаю, которая двигалась без прав управления. Я ни в коем случае не оправдываю девушку, она нарушила. Но вы должны понимать, нападать на нее тоже не стоит. То, что она дала деньги инспектору полиции, это всего-навсего результат того развода, который сами полицейские и инициировали. То есть, если вы посмотрите видео внимательно, вы поймете, как происходит процесс общения инспектора полиции с девушкой. Как он подводит к тому, чтобы она сама предложила решить вопрос, а не настаивала на составление административного протокола. Либо он не наставил на составление административного протокола. В общем, смотрите, наслаждайтесь, высылайте видео. В скором времени я вернусь в работу по поимке коррупционеров, только уже более масштабных. Поэтому мне ваше содействие тоже надо. У кого есть факты, видео, проблемы, обязательно пишите на мой электронный адрес. Высылайте ссылки, высылайте свои видеосюжеты. Будем публиковать и бороться с этим ужасом. Здрасьте. Здрасьте, что вы ехали без водительского? Это вот только сейчас поняли, что без водительского. Я уже начала переживать, что я их, скорее всего, наверное, потеряла. Сейчас мы проверим вас по базе, только надо какой-нибудь документ удостоверяющей личности. Да, сейчас. Вообще есть они у вас или нет? Фотографии есть. По фотографии, там я фамилию, имя, учество вашу у них пределить. Нет, ну паспорт. Ну паспорт, да, да, фотография паспорт. Мы вообще не сюда ехали. Мы проехали Чернигал. Так, капец, мы, ну вообще, плохо, что вы нас остановили, но хорошо, что вы нас остановили. Я не знаю, где, по-моему, мы поняли, что мы не туда едем. Да не дай бог вы шо. Не, в 12 надо быть. Так, пожалуйста. Не, нормально нафиг. Выпивали вчера? Нет. Спиртный такой, по правде. Клянусь, я вообще не пью. Точно? Не, уж не разрешаю точно. Ну, если подышать куда-то надо, могу. Да это паспорт ваш. Ну, сейчас я проверю, есть право вообще получал или не в жизни. Получал. На вот эту фамилию, да? А проверьте, пожалуйста, водительская, получал человек или нет. Доброе утро. Забыл, что не слышали. По фамилии, имя, отчество проверить, получала ли или нет. Да, по свечению воде я. Бур-Луцька. Бур-Луцька. Через мягкий знак. Так, Бур-Луцька. Олена Сергеевна. Третья, шестого. Третья, он уже. Да, это два посвечения водителя. Два посвечения водителя. Одну. Да, да, да. Митр-харидонка для. Угу, есть кто-есть, да? Другой, с тобой. А есть там у кого-то другого человека? Да, вот уже пересела, да, девочка. Смотрите, выпишем вам небольшую сумму штрафа 425-е время, что они имели при себе. Ого, небольшая. Это большая сумма штрафа. Милочень. 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 Я в долларах за шлоту получала, я, может быть, повезти в ее было. Мы в Европу стремимся. Я не очень стремлюсь. Я видел, кстати, откуда вы родом. Мы тоже туда не стремимся. В Киеве уже 15 лет, у меня паспорт прописка киевская, могу показать. Да нам без разницы, если честно. Мы тут тоже живем как бы возле границы. Я к тому, что в Европе, ну, у меня родственники там живут, и у них закрываются сейчас заводы, и они все в ужасе, в шоке, говорят, мы еще не знаем, куда стремимся. Ну, ладно, это политика. Совершенно верно. Сейчас две минуты делу, немного напишем. Я вам клянусь, мы сейчас в такую ситуацию попали. Да, она кипятая, она новая, нормально. Ну, как бы это такое, не значит, что я ее сама себе купила. Понятно. Просто, чтобы в такую ситуацию попали, вы даже представить сейчас все не можете. Мы едем в Чернигов. Проехали 30 километров, надо было повернуть вправо. Надо было прямо этим, мы повернули налево, мне уже Аня объяснила. Мы просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. машина 1 до полного так машина какие плохие бланки делайте как считаете нужно будьте здоровы и счастливы покой как мы же адекватные мы еще из тех знаете то динозавр раньше были никогда не было снимаешь в желтой форме в оранжевой ходили жезлами полосатыми из тех как бы этих динозавров здоровья вам удачи здоровья вам удачи и попадание тогда спасибо что остановить их правда до свидания